Ганс Христиан Андерсен Оля Лукоия Понедельник Так, сказал Оля Лукоия, уложив Лемара в постель, Прежде всего, я принаряжу комнату. И вот все цветы в горшках мгновенно выросли, Стали большими деревьями и протянули свои длинные ветви к самому потолку. Комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветви деревьев покрылись цветами, И ни один цветок не уступал розе в красоте и аромате. А на вкус, если бы только вы захотели его попробовать, Был слаще варенье, плоды же блестели, как золотые. А еще на деревьях росли пышки, которые чуть не лопались. Так щедро они были начинены изюмом. Просто чудо! Но вдруг из ящика стола, где лежали учебники Ильмара, Раздались громкие стоны. «Что там такое?» — сказал Оля Лукои, и, подойдя к столу, выдвинул ящик. Оказалось, что это трещала и скрипела аспидная доска. В решение, написанной на ней задачи, вкралась ошибка, И все цифры готовы были разбежаться кто куда. Грифель, как собачонка, скакал и прыгал на своей веревочке. Он горячо желал помочь делу, да не мог. Из тетради Ильмара тоже доносились жалобные стоны, И слышать их было страшно. На каждой странице этой тетради в начале каждой строки Стояли рядом большие и маленькие буквы. И те, и другие очень красивые. То были прописи. А возле них располагались другие, Воображавшие себя столь же красивыми. Их писал сам Ильмар. И они прямо-таки валились на проведенную карандашом линию. Вместо того, чтобы стоять на ней прямо. «Вот как надо держаться!» — учила пропись. «Вот так!» — с легким наклоном вправо. «Ах, мы бы и рады!» — отвечали буквы Ельмара. «Да не умеем!» — мы такие убогие! «Так вас надо немножко подтянуть!» — проговорил Оля Лукоя. «Ах, нет, нет!» — закричали буквы и сразу выпрямились. «Просто загляденье!» «Ну, теперь нам не до сказок!» — сказал Оля Лукоя. «Будем-ка упражняться!» «Раз-два!» — «Раз-два!» — и он так вышкалил буквы Ельмара, что они теперь стояли прямо и стройно. Так умеют стоять только буквы в прописях. Но когда Оля Лукоя ушел и Ельмар утром проснулся, буквы снова сделались такими же убогими, как и прежде.